Здравствуйте, хотела бы вас приветствовать, представляю Центр аграрной пластики, подведом степенной учреждения Психоза России и сказать пару слов и об экспорте, и о трендах. Такое родное слово на самом деле немножко охранить вас в то, как было раньше и почему сейчас стало именно так, как есть, и какие основные факторы будут влиять на нашу внутреннюю жизнь, на фэшн-технику. На самом деле, если кого-то успокоит, потому что эмоциональный град достаточно высок, если кого-то успокаивает, что у соседа тоже плохо, то на самом деле на мировом рынке наблюдается рост на все, на всех товарных рынках наблюдается рост. И начался он такой активный, практически вертикальный, когда началась история с волнения, когда начались волнения, что ковид, страх начал менять свою психологию. Страны стали вместо того, чтобы активно поставлять на экспорт, стараться обеспечить свое внутреннее потребление. Мы, находясь на юге, являясь экспортно-ориентированными регионами, не можем игнорировать мировую конъюнктуру, что происходит в мире, потому что многие из вас прекрасно знают, какая сейчас мировая цена, какая цена науфобия. Очень чутко за этим следят, гораздо круче многих аналитиков. После того, как началась эта история с пандемией, начался рост, начал активно закупать Китай, который стал закупать судорожную, сою, кургузу, разогнал пшеничный рынок. Опять мы видели практически пиву, как пиву, которая росла и уход на ферру. Соответственно, начинается паника, в дешевом рынок живет ожидания, не все ожидают, что Китай будет покупать больше и больше. У Китая неизвестно, сколько на самом деле запасов, никто примерно, никто в этом не знает. Сказать точно не может, как в бездонную яму упадает это зерно. И есть некие ожидания, что Китай будет покупать. За этих ожиданиях это продолжало расти. Тут Россия, которая крупнейший экспортер, которая в прошлом сезоне была лидером, начинает закрывать свой экспорт. В принципе, как и многие страны начинают делать, думают о внутреннем обеспечении. А вдруг опять пандемия? А вдруг мы все закроемся? А хватит ли нам зерна, чтобы прокормить? Или мы все сейчас продадим? Соответственно, начинают вводиться квоты. Это дополнительно волнует рынок, это обсуждается. Помимо, возвращаясь к внутреннему нашему рынку, постепенно в России последние десятилетия растет урожайность. Да, она с переливами. Есть, например, примета из пяти лет, три урожайных, два неурожайных или из трех лет. Многие гадают, будет урожайный, не будет урожайный год. Но меняются технологии, меняется семенной материал, меняются подходы, меняется, о чем я тоже скажу, структура сева, подход ваш к людей с большим уровнем, которые начинают менять свое отношение к производству, соответственно, начинает расти эти продукты. Но, немножко отойдя от цен, все-таки хочу такой тезис сказать, что это не моя мысль, мысль тоже одновременно сказать, что мы вышли на новый уровень цен. Мы же не вспоминаем, что когда-то раньше пшеницу с поля в Ростове продавали, там, за 4-5 сон было такое время. Сейчас мы об этом даже не помним. Мы вышли на новый уровень цен, которых прежнего уже не было. Поэтому это касается не только пшеницы, но и комплектующих. Мы видим взрывной рост на мировом рынке удобрений. Как и пшеница, которая подтягивается к мировым ценам. Мы же хотим, чтобы наша пшеница соответствовала тем ценам, которые ей дают нам. То же самое происходит в целом с мировым рынком утоплений, что также отражается на аграриях, на их выручке, на их состоянии. Возвращается к российскому рынку. Растет производство. Освобождается лишнее зерно, о чем говорили коллеги, и оно начинает активно попозиться. Но экспорт, как лошадь, которая появилась сначала и тянет тележью, появляются в спортовые мощности, которые активно и активно развиваются. Особенно в Ростовской области. Если раньше Ростовская область экспортировала достаточно для себя объем, в последние несколько лет произошел неизврывной рост за счет рейдовой перевалки, когда зерна стали экспортировать практически столько же, сколько на круглого и воде, несмотря на то, что тон мелкий, несмотря на то, что корабли, небольшую вместимость, и на многие-многие другие условия. На самом деле, я думаю, что вы все считаете СМИ, понимаете, что есть вопросы по рейдовой перевалки, которые тоже понимаются, обсуждаются на уровне Государственной Думы, и депутаты от Ростовской области активно отстраивают рейд. Но в целом, если сравнивать Ростовский рейд и Новороссийск, то в Новороссийске есть существенные планы наращивания своей мощности и перевалки, это в Краснодарской Франции. Мы опускаем все там не вставали в ТОПСЭ, помимо этого в Новороссийске активно хочет развиваться и НКП, и КСТА, и НЗТ. В целом пытаются выращивать свою мощность в 20-2 раза. И летом они анонсировали НКП и НЗТ в образовании новой пристани, новой организации крупного инвест-проекта, который предполагается увеличить мощность перевалки с 13,6 до 25 миллионов тонн. Но в целом это рост на объем 3,5 миллионов, который может быть. Поэтому это тоже Новороссийске должно наводить на некие мысли, но в поддержку и правительства Ростовской области, и в поддержку вообще Министерство России, в принципе, учитывается интересы Ростовской области о том, что это действительно существенная доля образования полного регионального продукта и экспорта. Это очень важно, и лейт должен сохраняться. Помимо этого, если думать на перспективу, развитие портовых мощностей в Новороссийске и в Краснодарском крае очень и очень ограничено, потому что море там очень агрессивное. На самом деле там реально негде строить еще больше. Если вы посмотрите со спутников, фотографии на ЭЗТ, на ХП, там они натыканы, в принципе, там практически негде разрастаться. Они перестраивают железнодорожные подъезды, перестраивают мощность охранения. В Ростовской области больше вариантов развития, больше вариантов наращивания мощности перевалки. Очень много берегов, которые, в принципе, с учетом развития логистики, условий могли бы дополнительно дать прирост. Это что касается экспорта. Помимо этого, основные наши покупатели, Турция, Египет, с учетом того качества урожая, что очень много в этом году, продовольственные пшеницы, продолжают проявлять большой интерес. В Турции засуха, Иран стал активно приобретать наше зерно, Египет продолжает покупать. Несмотря на то, что в мировой рынок, когда вводилась пошлина, сначала фиксированная, потом деферная пошлина, были уверены, что Россия выбита из мировой конкуренции и, наконец-то, европейское зерно поедет, ничего подобного, российское зерно продолжает ехать. Это вот для южного региона. То есть, в принципе, оно приобретает за спрос на эти подъезды. Помимо этого, я бы хотела напомнить, что были когда-то времена, когда на юге зерно стоило дороже всего. То есть, максимум цену был всегда в Ростове и Краснодаре. Даже в Краснодаре, потом в Ростове, потому что в Краснодаре людей больше о нем. А затем, некой волной, постепенно цена снижалась. На экспорт ехало в основном южное зерно Ростов-Краснодар-Ставрово и близлежащие там Воронеж-Белгород и так далее. Но ситуация с учетом роста мощностей и приваток стала меняться. Хочу еще отметить, что южное зерно, это специфическое зерно, и те условия, которые сложились в этом году, они особенные. Уже тенденция наблюдалась в прошлой клинике, но сейчас больше всего запасов на юге. И потому что мы долго собрали, и потому что мы очень неохотно с этим зерном расстаемся. К чему это? Экспортеры вынуждены, наверное, Олега лучше расскажет, вынуждены приобретать не только южное зерно, а вывозить его с центральной России из Пополжья. В Пополжье и урожай. Ну, не то чтобы сокращение урожая завтра. В центральной России сокращение урожая. Соответственно, там очень большие перерабатывающие мощности, желанноводы, децепоны, которые тоже активно хотят закупать это зерно для своих нужд. Переработка, опять-таки, мукомолы. Поэтому цена внутренняя, хотя мы получили не такой очень низкий урожай, по данным, как уже коллега говорил, в 76-м году в том, мы получили урожай пшелыцы. Но несмотря на это, из-за того, что так медленно зерно реализуется, а темно реализации сейчас минимальный за последние годы, зерно медленно уходит осенпозпроизводитель, цена дополнительно поддерживается. Говоря о пошлине, такой злобойменный вопрос, мы все понимаем, что пошлина, которая сейчас существует, она продолжает расти. То есть цена на фобик, который она привязана, начинает снижаться, а пошлина продолжает расти. И вот это время, конечно, аграрии начинают понимать, что зачем я буду ее продавать, я лучше подожду, когда она будет снижаться. Для этого, конечно, нужно понимать, а будет ли бесконечно снижаться фоб? До какого момента ждать? Плюс нужно понимать, как входящий фактор для размышлений, плюс нужно понимать, когда вот это все южное зерно, которое мы храним, на нем сидим максимально, хлынет на внутренний рынок. То есть кто-то повез, и все следом за ним повезли. Мы же не видим общую картину. Соответственно, как только это зерно хлынет на рынок, а его не может, оно, естественно, пойдет на ряду. Вот и вопрос, что будет ценой, конечно, в высокое ценное не будет. Еще по поводу пошлины, скажу, что 26 ноября были приняты изменения в расчетах экспортных пошлины. Тогда, попытаясь уследить от той ситуации, чтобы пошлина продолжала расти при снижении фоб, исключили из нее уже выполненные контракты. То есть, например, экспортер уже поставил на экспорт продукцию, выполненный контракт, но эта цена до сих пор еще учитывается в большинстве пошлины. Принести эти изменения как раз с целью, чтобы немножко сократить этот временной лаг, то есть достаточно длительный период пропошлина будет изменяться. Что еще хотелось сказать по поводу урожая? По запасу поговорили, по поводу урожая. Коллега очень, Игорь Ковецкий очень правильно все сказал. Очень многие аналитики высказываются. Вообще нам нужно понимать, зерновой рынок в целом что-то ожидает. Мы уже прошли этот сезон, у нас уже есть зерно. Что будет в следующем году? Если все соберут много зерна, то какая будет цена? Если они не соберут зерно, нужно ли его сейчас продавать? Дождать ближе к запаху, ближе к началу следующего сезона. Что касается сейчас и зимы, то действительно спехозпроекладители уже сделали свой выбор. Они на юге не изменили своим приоритетам и все равно продолжили съесть зиму в шинюнезу. При этом понятно, что в центре и в побольше съем состоялся чуть меньше, но все равно согласны, что ожидается хороший урожай. Мы не знаем, какие будут условия. Опять может быть куртка, опять может быть замсутка и так далее. Но есть надежда, что урожай будет хорошим. Более или менее. Что будет с тем объемом, который недосеял центр или с тем объемом зерна, который недосеял поповый? Что они выберут? Они выберут урожай. Мы понимаем, что некоторое время рынок двигается по инерции, но в перспективе мы можем наблюдать сокращение и изменение урожайности. Но еще в конце один из трендов. Не могу об этом не сказать. Не могу об этом не сказать. Хорошо. Один из трендов. Сокращение площади села и робот культуру в пользу азиму. Если раньше мы сели 10 лет назад меньше азиму и больше и робот, то опять-таки изменение климата. Юг становится все суше. Вена становится все агрессивнее. Мы ориентифируемся в пользу азиму. Центр и Пополжье в принципе пока на грани. Но опять-таки, если в Пополжье будет хорошая погода, обычно так. Если Пополжье хорошо собирает у нас максимально высокий урожай, как было в прошлом году. И Пополжье показало очень хорошее качество. Они активно депортировали свое зерно. не хуже Ростовского, не хуже Южного. А если Пополжье плохая погода, то у нас не урожай. То есть на самом деле Юг достаточно стабил. Есть ли перспектива у Эксона? Первый вопрос. Зачем искать перспективу? Ради чего? Если все равно нужно просто продать, это один вопрос. Если нужна выгодная цена, то Юг, естественно, в более и в неровном положении. У нас всегда рядом есть мощности. Экспортеры, находясь в сжатых условиях действия, пошлины, понимая примерно, как это двигается. Профитфракт вырос на 110%. И без курса. То есть существенный рост доставки. Фрактуется сумма максимально близко к выполнению контракта. Поэтому нужно максимально быстро закупить зерно. И если, соответственно, мы будем видеть цены, я прошу прощения, задумать начало тревогу. И последнее. Что хотелось бы сказать. Две темы. Я обращу. Хотелось бы сказать о изменениях, которые грозят на следующем рынке, на зерновом рынке. Понимая волнение по поводу пошлины, понимая волнение по поводу субсидий. Не могу это не сказать, потому что один из тезисов, почему вы узнали поздно. И мы об этом не узнали. Я считаю, что лучше об этом узнать сейчас, если вы этого не знали. то со следующего года, согласно постановлению правительства, сейчас скажу, 1722, вводится информационная система прослеживания зерна, которая нацелена на то, чтобы регистрировать все зерно, которое передвигается по России. Инициатором, заказчиком этой системы является Министерство России, оператором является Центр аналитики. То есть, мы осуществляем консультационную поддержку. Мы находимся рядом с Министерством сельского хозяйства, где будет работать горячая линия. Суть в чем, если вкратце, чтобы немножко снять вопросы, система в тестовом периоде будет тестироваться с 1 июля. Обязательно все госпроизводители, согласно этому постановлению, будут заносить информацию в своем зерне с 1 сентября следующего года. С 1 марта 23 года это будут делать переработчики и заготовители. Схема такая, если на пальцах. Сельхозпроизводитель собирает свой урожай в ведомительном порядке через свой личный кабинет, а порой это он получает через госуслуги, условно. В этом кабинете он заносит объем зерна, который он примерно собрал. Подведомственные учреждения, в основном взору Центра оценки качества зерна, видят сколько зерна, конкретно этот производитель собрал и осуществляют оценку этого зерна на безвозмездное для производителя осуществления. Проводится оценка этого зерна, вы понимаете его качественные характеристики. В приказе Министерства Сельского хозяйства определен список этих характеристик. И когда вы хотите продать какую-то партию зерна, 10 тысяч тонн, вы формируете эту партию и на нее формируется сопроводительный документ, который называется СГИС. И этот СГИС будет эту партию зерна преследовать до самого момента окончательной реализации, либо для него это экспорт или окончательная переработка. Для производителя, что дает эта система? Если вы покупаете зерно, то вы можете оценить реальное качество этого зерна через эту систему, вы можете проверить достоверность этого СГИСа. В перспективе, когда эта система будет наполнена, переработчики будут понимать, у кого зерно лучше, какой производитель на протяжении определенного времени это зерно более качественно и поставляет. Соответственно, будет подбираться список, ну, каждый переработчик или знакомщик или их родитель будет определять список контрагентов. Пока система находится на этапе окончательных тестирований на работах, рассчитываются рекомендации. Если у вас как у производителей возникнут вопросы или желание узнать какую-то аналитическую информацию в сходе, то с учетом соблюдения контрагентационных данных и персональных данных, исходя из запросов производителей, какая информация будет предоставляться в сходе. Спасибо. Вопросы есть сами? Есть. Есть. Музыка. Я повторила, что услуга будет бесплатно. Да, безвосветный производитель отстой. Ну как это наше estudiance? Так не бывает, в природе-то не бывает, это вы говорите, я гарантию, что это слово будет бесплатно. Да, я гарантию. Я прошу прощения, спасибо, что бесплатно нас просчитаете. Ну, хотелось бы еще от аналитического центра слышать то, что вот мы вам посчитаем, что это вы произвели, какого качества, а потом еще вам подберем, куда вы это должны делать. Ну, вы хотя бы в рамках каких-то нам сообщили цену, ну, февраля месяца, мы, думаю, не сориентироваться, сколько вы должны положить затрат. Потому что сейчас вот наибулина, наибулина, по привычке, наибулина сказала, что аграрии раскачивают инфляцию. А для того, чтобы эту инфляцию не раскачивать, у аграриев надо отнять средства, отнять деньги. Излишний, излишний день. Поэтому, да, мы какие-то какой-то период перетопчемся на место. Но разве это ведь нет? Значит, вот мы сказали, развивается инфраструктура экспортная, порты, кораблестроение. И это все оплачено христианским трудом. Это все оплатил христиан. И оплатил купленное портало в андоне, королева, как, ну, говорит, офигенной, вот этого. Значит, и развитие прибыля огромной ориентальности. А христианин, он говорит, столько, сколько, чтобы он не бросил заниматься этим бизнесом. И он заводит ему столько средств, сколько, чтобы он продал в рожа. Ему хватило средств заложить новый. И все. Ну, какой-то там доль. Поэтому, хотелось бы от аналитического центра, как бы, смотреть вот тот луч, куда вы должны идти, и за сколько. И, как бы, положение, вот больше нам уже никуда не денется это 100%. Никуда не денется. Один уже по кругу, на попью деньги, и наладим механизм отъема, она уже не пропадет. Но тогда же, если, чтобы христианин тот как-то мог развиваться, тогда и компенсация это, вот мы видим, что такое компенсация. Под во все дыр не войдет. Ее тоже не будет. Значит, ну, тогда его обеспечение, или в какой-то части компенсации, дайте твое удобрение. Пускай не надо нам, как Натуре рассказал о денег. Дайте удобрение, дайте средства защиты. Тем более, что дайте СВИЛ. Тем более, что это производит государственного поиска. Вот так бы хотелось бы видеть. Но вообще, хотелось бы, невозможно крестьянину просчитать свои действия. Невозможно.